видно ли презентацию откликнитесь пожалуйста ну и тогда мы стартуем традиционно вопросы у нас сегодня немного поэтому по сути неважно куда вы будете писать традиционно жду вопросов если будет что-то непонятно если возникнут какие-то дополнительные размышления и соответственно делитесь пожалуйста своими представлениями о том как может быть по-другому чем согласны с чем не согласна критика тоже приветствуется наша сегодняшняя тема естественно и очевидно наверное она полипрофессиональная и многослойная и при этом даже в рамках одной специальности есть определенный набор критериев определенный набор нюансов и оценки готовности к школе и выработки направлений и задачку подготовки ребенка соответственно сегодня мы с вами обсудим бы определенные основные направления в рамках моей специальности то бишь логопедии и я отправлю вас со ссылками на определенные и интернет-ресурсы и печатные источники если что-то останется за рамками нашей встречи вдруг неожиданно до в течение час мы не успеем обсудить смело можно еще раз спрашивать прямо здесь и сейчас и не стесняйтесь можно писать вопросы на почту ассоциации дислексии нас работают очень отзывчивые ответственные люди я думаю что мы придумаем как те или иные вопросы осветить как на них ответить как справиться с теми или иными трудностями ну и раз уж мы с вами сегодня специалисты по речи то начнем с разведения понятия и уточнение терминологии у нас с вами два понятия в данной конкретной ситуации готовность к школе и подготовка к школе и если готовность к школе это прежде всего уровень сформированности определенных компетенций определенных личностных качеств определенных психических функций ребенка то подготовка это комплекс мероприятий по развитию тех или иных психических функций компонентов личности и так далее готовность это то что относится непосредственно к ребенку к субъектам наши с вами работы а подготовка это наши с вами действия двигаемся дальше чтобы немного сузить историю связанную с наши опять же сегодняшней встречи да вот прям как бы мы сейчас будем потихонечку двигаться по ближайшие несколько минут мы будем двигаться в сторону сужения тематики выбора конкретного маленько конкретных точек приложения наших усилий готовность к школе у нас включает себя определенные физические психологические и социальные компоненты о чем мы сегодня говорить точно не будем мы не будем говорить о физической готовности она связана с состоянием соматического и психического здоровья ребенка и если интересно на эту тему порассуждать или что-то послушать наверное будет разумно отправиться смотреть вебинары или лекции профессора без руки их или профессора черниговской да здесь они вам расскажут намного больше знания конечно лучше получать из первоисточников ну и собственно мнение врача психио извините врача педиатра врача невролога тоже нам здесь будет важно об этом мы сегодня не говорим второй кусочек который тоже остается за пределами нашего с вами внимание сегодня это социальная готовность а что имеется ввиду когда ребенок двигается в школу а ребенок у нас живет в микросоциуме рассматриваем условно полную семью да у нас есть мама папа и есть малыш давайте у нас сегодня женский коллектив поэтому малыш у нас будет девочка то есть ребенок который общался вот в этом микросоциуме каким-то образом начинает выстраивать взаимодействие с со школой с своими сверстниками со своими учителями меняется социальная роль меняется взаимодействие вот этой ячейки общества социумом и соответственно ребенка с родителями и ребенка с макросоциумом до стала школой с окружением со двором с детьми и взрослыми каких-то дополнительных секциях то есть вот то что связано с функционированием семьи в обществе и ребенка в семье и ребенка в обществе мы тоже сегодня говорить не будет это не наша с вами тема и у нас остается значительный кусочек и двигаемся дальше к сужению значительный кусочек связано с психологической готовности говоря о психологической готовности ребенка к школе разные авторы выделяют кто-то больше кто-то меньше компонентов называют их тоже не всегда одинаково но в целом я предлагаю остановиться вот на таком варианте почему именно эти названия почему именно четыре компонента потому что они очень хорошо соотносятся с теми универсальными учебными действиями которые в рамках государственного образовательного стандарта предполагаются развивать уже в процессе школьного обучения и здесь мы говорим об интеллектуальной готовности то есть собственно определенном запасе общих знаний представлений об определенной сформированности аналитико-синтетической деятельности ребенка в целом о запасе возможностях конструктивной деятельности об определенном уровне сформированности наглядно образного и словесно логического мышления то есть собственно часть которая позволяет ребенку осваивать окружающий мир в полном объеме и соответственно интеллектуальная готовность к школе у нас соотносится с тем что потом мы будем называть познавательными универсальными учебными действиями то есть те операции мыслительные которые позволяют усваивать тему каждого конкретного школьного предмета дальше здесь нам будет важно что мотивационная пойду против часовой стрелки с вашего позволения потому что иногда мотивационная готовность в других источниках подразумеваю расшифровываются они от знаков да а термин используется другой называется личностной готовностью но тем не менее даже если мы ее называем личностной неожиданно сюда включаются в первую очередь компоненты связаны с самооценкой ребенка оценкой его собственный роли в социуме его сформированностью его мотивов к обучению собственно сформированностью его мотивов вообще к общению с окружающим миром то есть мне здесь кажется что несколько логичнее поговорить именно про мотивация эмоционально выливая готовность связана с тем что у нас потом выливается в регулятивные функции и регуляцию собственного поведения то есть во все что связано с произвольностью деятельности умением запланировать какое-то действие какую-то деятельность выдерживать последовательность действий оценить результат отнести результат с поставленной целью все что связано с произвольной регуляцией деятельности и поведения и поднимаемся наверх социально личностная готовность к школе или наши впоследствии коммуникативные универсальные учебные действия то что связано с умением взаимодействовать сотрудничать со взрослым сотрудничать со сверстниками умение слушать и собеседника умение выражать свою точку зрения собственно быть субъектом коммуникации с субъектом общения сразу здесь мне кажется важным оговориться то есть у нас мы там поговорили на предыдущем слайде о социальной готовности к школе важно понимать что социальная готовность это ситуация в которой мы рассматриваем взаимодействие а официальная личностная готовность мы говорим только о возможностях конкретно одного человека конкретного ребенка что есть чего нет почему нет что нужно чтобы было давно мы говорим не о взаимодействии с кем-то о тех потенциальных возможностях которые заложены вот в этого нашего чудесного человечка соответственно если мы подумаем что логопед занимается речью здесь получается что как-то вот сузить до нашу тему вроде бы невозможно потому что и в интеллектуальной и в коммуникативной и в регулятивной деятельности и даже при мотивации так или иначе речь у нас затрагивается но не все так просто мы все-таки сумеем найти лазейку рассмотрим структуру то чем занимается логопед предмет его деятельности с позиции трех частей у нас есть язык сложная система кодовых знаков которую мы должны освоить и потом как-то определенным образом использовать но для начала чтобы использовать мы усвоить эту систему присвоить ее материализировать у нас есть речь то как эта система кодовых знаков живет в нашем с вами поведении а и коммуникация то как мы общаемся при помощи речевой деятельности с себе подобными если на каком-то из этих вот кусочков из этих компонентов с каким-то из этих компонентов извините возникают трудности в дошкольном детстве то мы сталкиваемся с тем что ребенку необходимо логопедическое нейропсихологическое или психологическое сопровождение в зависимости от того какие компоненты нарушены что не так что мы хотим развить так далее а собственно вот с этой частью то если мы посмотрим вернемся сюда и посмотрим здесь нам нужен язык и здесь нам нужна речь на них мы и останавливаемся язык как система кодовых знаков и речь как существование языка в жизни человека на этом мы останавливаемся и это как раз возможность сужения нашего сегодняшней сегодняшней тематики я думаю что у вас будет мне я не думаю что у вас будет возможность пересматривать наш сегодняшнюю встречу если понадобится соответственно обращаю ваше внимание мы говорим о языке и речи цветовая гамма у нас сохраняется то что касается языка если у нас есть какие-то трудности в усвоении языковой системы ребенок попадает в поле зрения логопеда логопед занимается коррекцией нарушений речи в русском языке мы их не называем языковыми нарушениями подразумеваем что это нарушение усвоение языка как система что здесь делает логопед корректирует звукопроизношение в общем все от звукопроизношения до связанной текстовой речи и все что с этим связано за всю вот эту вот пирамиду связанность языковым разве с усвоением языка логопед исправляет или развивает на своих занятиях если вдруг семья по какой-то причине не оказалось более зрения логопеда или речевые нарушения настолько тяжело что мы не успели справиться к началу школьного обучения да то вот эта плавная структура плавным образом а у нас уйдет в задачи на этапе начальной школы второй кусочек связан с функционированием речи для чего нам нужна речь общаться с себе подобными и это социальная функция осваивать окружающий мир это интеллектуальные функции и выражать себя в этом мире заявлять о своем присутствии в этом мире и это личностные функции собственно не буду на них останавливаться подробно сейчас это тоже не наша сегодняшняя тема но вот в рамках языковых и речевых компонентов мы с вами сегодня живем и двигаемся что мы должны делать для того чтобы вот эта часть готовности к школе была у нас достаточно качественной и достаточно подготовленной чтобы ребенок умел и мог осваивать учебный материал в рамках школы а сейчас немножко это с позиции вот логопеда определились с критериями компонентами а теперь давайте зайдем немножко с другой стороны и посмотрим со стороны педагога и федерального государственного образовательного стандарта подготовки ребенка к школе предъявляются определенные требования и эти требования разбиты на какое-то количество разделов я сейчас хочу остановиться на том что касается наших предыдущих вами обсуждений то бишь собственно как бы вещей которые непосредственно связаны с языком и речью а в плане в разделе развития речи перечислены те умения и навыки которые должны быть сформированы у ребенка к началу школьного обучения и если мы будем не обращая внимание на правый столбик читать только то что написано в левом это будет весьма логичный структурированный список умение называть предмет выделять признаки предмета составлять предложение образовывать словосочетания давать краткое описание составлять рассказ пересказ выразительно исполнять стихотворение правильно употреблять слова в речи использовать синонимы антонимы отгадывать закатки понимать образные выражения продолжить продолжать фразу по смыслу вот логика во всем этом точно есть но если мы держа в активной памяти до в оперативной своей памяти предыдущие слайды подумаем о том что стоит за каждым вот этим названным умением или знанием или навыкам мы неожиданно увидим что это абсолютно разные компетенции вроде бы все логично и связано но умение называть предмет признак предмета или действия предмета это номинативная функция речи она формируется отдельно она достаточно долго развивается она развивается у ребенка одной из первых это базовая история но это номинативная функция речи а вот умение выделять признаки предмета или признаки действия или действия с предметами это уже когнитивная функция и за этим лежат другие механизмы и для этого нужны другие компетенции и собственно это не рядоположенные явления как выясняется а совершенно как бы да совершенно другие компоненты требующие другой работы не одинаковый первые два пункта дальше мы двигаемся опять неожиданно мы уходим от функции речи собственно существование функционирования языка потому что умение составлять предложение и словосочетание относится к компетенциям связанным с сформированностью языковых структур с усвоением грамматического строя языка а умение давать краткое описание предмета это уже мультифункциональная задача связанная и с лексикой про уровне языка и со связанной речью про уровне языка и с сигнификативной функции речи то бишь уже функционированием языка не один какой-то компонент а уже с копом ну и собственно дальше по списку можно продолжать у нас нами получается чудесная история что то что логично представлено в рамках образовательного стандарта абсолютно нелогично с точки зрения построения коррекционной или развивающей или коррекционно развивающей работы если мы пойдем чуть дальше и посмотрим на требования к основам грамоты тут у нас история будет совсем совсем чудесно я целенаправленно оставила здесь пустой столбик на несколько минут на несколько секунд с вашего позволения давайте пробежимся просто глазками по левому столбику что стоит за этим если сравнивать с предыдущим слайдом может быть даже эти умения представятся более простыми чем речевые функции до чем требования к развитию речи хотя конечно знать по каким признакам отличаются гласные согласные звуки это уже не самая простая функция но я хочу работать на долю секунды останавливать я хочу чтобы вы сами попробовали для себя с позиции своего своих представлений заполнить левый столбик да вот как вы думаете к чему это может относиться здесь ваша доля ответственности пробегитесь о чем бы вы подумали по каждой строке и мы пойдем дальше и начнем с первого знать и уметь писать печатные буквы русского алфавита это не просто умение а умение которое подразумевает определенный уровень сформированности фономатического восприятия анализа синтеза определенный уровень сформированности зрительно-пространственных представлений определенный уровень сформированности графа моторных навыков зрительно-моторной координации суксессивных процессов и здесь можно ряд продолжать а это самый простой кусочек вот этого компонента требованием к уровню сформированности основ готов готовности по направлению грамота соответственно вот все эти компоненты можно переставлять дальше к каждому пункту и добавлять еще какую-то функцию речевую или когнитивную последний пункт здесь у нас идет умение читать минимум по слогам 25 слов в минуту и здесь у меня уже не остается слов потому что собственно наверное чтобы заполнить правую ячейку применительно к этому умению нам надо занять фактически весь левый столбик то есть тот уровень обеспечения функционального который нужен для навыка чтения да он займет достаточно это достаточно длинный перечень почему нам это важно почему я на этом останавливаюсь потому что когда мы говорим о готовности или не готовности ребенка в школе когда мы говорим об организации подготовки получается что нам не функционально и неразумно идти от требований образовательного стандарта нам все-таки разумные функциональные идти от структуры и механизмов усвоение речи и языка ну и собственно про них мы сейчас с вами дальше и говорит я остановлюсь вскользь вот здесь действительно прямо вскользь и с отсылкой к первоисточником на том что связано с моторной и оптика пространственной частью зрительно пространственной части обеспечения чтения письма моторика у нас есть первичная профилактика нарушений чтение письма у нас есть специфическая вторичная профилактика нарушений чтения письма и мы здесь сейчас поговорим о том, что связано, собственно, с моторной частью. Ну, по общему мнению специалистов, оценку готовности к школе хорошо бы оценивать не накануне, да, не тогда, когда мы подаем документы в школу, начиная с февраля текущего года, а за год до, чтобы иметь возможность в течение года поработать по дефицитарным направлениям. Если мы говорим о готовности к школе как о неком комплексном понятии, то подготовка начинается задолго до, да, еще в раннем дошкольном детстве, по сути. Что нам важно? Чтение и письмо, суть моторные акты. И то, и другое требует определенных движений. Причем, если говорить о письме, то движений тонких, дифференцированных. Движения человека устроены по одному и тому же принципу. От крупной моторики, собственно, нашего с вами положения в пространстве, размашистых движений, походки, бега, плавания, до тонких артикуляторных движений, включая, условно, работу мышц артикуляции для произведения сложного звука вибранта. У нас одни и те же механизмы. И поэтому любая физическая активность, абсолютно любая физическая активность, ребенка будет уже профилактикой каких-то проблем со школой. Если мы говорим о специфической активности, то будет здорово, если ребенок умеет. То, что требует тонкой координации. И взаимодействие между правой и левой частями тела. То, что связано с ездой на велосипеде, ездой на самокате, прыжками через скакалку, прыжками в резиночку, игрой в классике, лазаньем по. Ну, если вы допускаете то по деревьям, если вы не допускаете, то у нас есть различные панда-парки. То есть все то, что, да, сюда же мы отнесем к этим же видам физической активности, естественным образом мы отнесем плавание. Вот все, что связано с физической активностью, задействующей все тело, будет уже профилактикой определенных трудностей, связанных с моторной стороной, с моторным обеспечением процесса, процессов письменной речи. Дальше. Это про неспецифическую профилактику. Чем более физически развит ребенок, тем проще ему будет в школе. По всем параметрам. Включая освоение письменной речи. Дальше мы двигаемся к более мелким и дифференцированным движениям, то есть движению с мелкой моторики. Но мы с вами живем в волшебное время, когда только ленивому недоступно все, что связано с нейропсихологической гимнастикой, сочетанием движений и речи, с самыми разнообразными комплексами, связанными с развитием мелкой моторики. И упражнения под музыку, и упражнения в ритме чего-либо, и упражнения под разные стихи, скороговорки, считалки. Если ребенок в этом заинтересован, если ему хочется в эту сторону работать, если он готов с вами в это играть, это замечательно и здорово. Если в вашей семье сформирована привычка к утренней зарядке, то включение таких вот нейропсихологических самых разных движений на переключение в зарядку ежедневно тоже будет замечательной истории. Если мы говорим, что нет, вот никак не получается, что, а для, допустим, детей с нарушениями речи, это действительно камень предоткновения, потому что это дополнительные усилия, мы не очень любим заниматься тем, что у нас плохо получается или представляет определенные трудности. Тогда в рамках развития мелкой моторики мы будем говорить о лепке, о самых разных движениях с мозаикой. То есть те игровые компоненты, которые связаны опять с мелким перебиранием пальцев рук, будет, опять же, не специфической профилактикой, нарушением письменной речи. То, что касается артикуляционной моторики, я здесь не пишу, но, собственно, почему логопеды придираются к качеству звукопроизношения. Казалось бы, это сугубо косметический дефект. Картавость, шепелявость, то, что в быту у нас уже, даже в быту, наверное, ушло, но тем не менее, самые-самые разнообразные отклонения от нормативного звукопроизношения кажутся косметическим дефектом, который ничего за собой не влечет. На самом деле влечет, потому что любое нарушение звукопроизношения предполагает трудности кинестетических ощущений. А если есть проблемы с кинестетикой на уровне артикуляции, скорее всего, они есть и в мелкой и в крупной моторики. Еще раз повторюсь, у нас механизмы и законы движения абсолютно одинаковы вне зависимости от степени дифференцированности движения. Поэтому артикуляционные гимнастики, всяческое дутье в трубочке, всяческие удерживания предметов, складывания разных-разных гримас тоже может быть рассмотрено как неспецифическая профилактика нарушения письма и чтения. Двигаемся дальше. Чтение и письмо – это не просто движение, это сочетание того, как я наблюдаю за тем, как двигается моя рука, если мы говорим о письме, или того, как я озвучиваю движение собственных глаз. И здесь у нас неожиданно становится важной, ну или вполне ожидаемо, становится важной координация глаз-рука. Ничего сверхъестественного здесь не придумано. Нам нужны игры с мячиками. И если вы так вот задумываете и свои практики, понаблюдаете за окружающими или за своим ребенком, сложно или легко поймать брошенный мяч. Сложно или легко тот или иной предмет, сейчас пытаюсь найти что-то под рукой, бросить одной рукой, ай-яй-яй, вот не получается, бросить одной рукой, а поймать другой. Или бросить одной рукой, а поймать двумя руками. Самому с собой или с партнером. Все это требует, да, как бы я управляю рукой, мое зрение управляет моей рукой. То есть все игры с большими мячиками и маленькими мячиками, в том числе нейропсихологические игры с мячами, работают у нас в эту сторону. Замечательно. В эту же сторону отлично работает пинг-понг, настольный теннис. Можно взять ракетку и мячик и ходить стучать самому. Можно найти стол и постучать вместе. И это тоже будет не специфической профилактикой, моторной части. То есть части чтения письма, которая связана с моторной операцией. Ну и следующий кусок, да, еще более специфичный, связан с графомоторными навыками. И здесь, честно скажу, я затрудняюсь рекомендовать что-то прям в жесткой форме, потому что в плане коррекции уже со школьниками первый класс плюс, когда мы говорим о коррекции, да, я имею в виду детей второго полугодия первого класса, то есть детей, у которых уже сформирована моторная операция письма так или иначе, и мы двигаемся в сторону ее коррекции. Ни секунды не задумываясь, рекомендую родителям, использую сама, и я очень люблю эту возможность использовать перьевую ручку. Выглядит это, рекомендация родителям выглядит следующим образом. Мы покупаем перьевые ручки несколько, недорогие, не паркер, мы покупаем или распечатываем прописи, любые, которые заинтересуют ребенка, и песочные часы на 10 минут. И 10 минут в день в режиме чистки зубов, то бишь ежедневно, и если пропустили, не надо увеличивать время и количество подходов, аккуратно рисуя в прописях перьевой ручкой. Не знаю, нужно это объяснять или нет, но на всякий случай вдруг кто-то задумается зачем, для чего и так далее. У нас любая, любой способ производства письма, там шариковая ручка, гелевая ручка, фломастер, карандаш могут оставлять след на бумаге, даже если мы держим их абсолютно неправильно в какой-то любой форме, если левая руки ребенок, то он может писать вот так, и это будет след на бумаге. Перо качественно работает только при правильном положении, и тогда ребенку не надо контролировать движение здесь, движение выстраивается снизу вверх. При регулярном использовании почерк корректируется достаточно хорошо. Но здесь я повторюсь, я не готова предлагать это как панацею в дошкольном возрасте на этапе подготовки к школе. Я не знаю, работает это или нет, у меня таких данных практических нет, и предполагать что-то в эту сторону я затрудняюсь. Но у нас есть другая история, у нас с вами есть плакатные перья, то бишь такие чудесные лопатки, которые можно макать в краску, а можно взять красную тушь, черную тушь, синюю тушь, любую, и это ваш выбор, и рисовать определенные узоры. Плакатное перо, так же как перьевая ручка, требует определенного заданного положения, иначе ватман будет рваться, перо будет изгибаться, ломаться, ну то есть не получится того, что мы добиваемся. И если вам удается заинтересовать ребенка определенными каллиграфическими упражнениями, то собственно вот на этапе дошкольного детства я бы говорила как раз больше о плакатных перьях, чем о перьевой ручке в принципе. Но если у вас ребенок достаточно моторно развит, можно посмотреть и то, и другое. Здесь как бы мы исходим из индивидуальных потребностей, индивидуальных возможностей. И еще один кусочек, который связан с графомоторными навыками, связан с мною невероятно часто используемыми пособиями, разработанными Ольгой Борисовной Иншаковой. Первый комплекс из них так и называется развитие и коррекция графомоторных навыков, а второй связан с развитием читательских навыков, но вот в этих вот трех томах, которые оформлены, и то, и другое оформлены по сути как индивидуальные тетради. То есть можно брать, открывать и работать. И в том и в другом пособии, вернее во втором пособии про развитие читательских навыков достаточно большое количество моторных, графомоторных упражнений, связанных уже с буквами. То есть если мы говорим о развитии и коррекции графомоторных навыков у детей 5-7 лет, там больше, конечно, рисунки. А здесь мы говорим про, конечно, больше буквы. И здесь опять ваши возможности, возможности детей, возможности взрослого и мотивации. Что интересно, что хочется, к чему ребенок привлекается. Потому что если мы говорим опять же о готовности к школе, то есть о дошкольном возрасте, базовой историей нашего с вами взаимодействия однозначно должен быть интерес. С точки зрения методической, с точки зрения практической и тот и другой комплекты, ну, я не знаю, я не могу придумать, в чем бы их можно было покритиковать. Мне очень нравится и особенно нравится, сейчас, наверное, не знаю, не расцените как минутку рекламы, что это и другое пособие сейчас есть в электронном виде. То есть можно спокойно купить электронную версию, распечатывать себе страницы одну за другой и работать с одним и тем же материалом многократно, что для наших детей тоже может оказаться важным и значимым. Второй кусочек, который тоже не связан, собственно, с логопедией как таковой и с речью, вернее, с речью-то все это связано напрямую, но с логопедической коррекцией как таковой, связан с нейропсихологическим сопровождением, и здесь тоже не могу без отсылки вот к этой книге Ольги Машталь «Лучшие методики развития внимания у детей». Было позже у этого же автора разное, большое количество разных пособий, по-разному названных, но вот это первое, где тысяча тестов, заданий и упражнений, оно самое емкое и функциональное, потому что оно содержит и заданий на диагностику, то есть как в тех или иных упражнениях ребенок себя чувствует, что получается, что не получается, и отсылки к условно-нормативным достижениям. В каком коридоре можно считать, что все относительно хорошо, и в каком коридоре, где вот какие показатели у нас выходят за этот коридор, и хорошо бы позаниматься. Там количество и качество предлагаемого материала, оно тоже выше всяческих похвал, и несмотря на то, что называется книжка «Лучшие методики развития внимания», понятно, что там у нас и оперативная память, и зрительно-моторная координация, и анализ и синтез, потому что от простого к сложному, от элементарных корректурных проб до сложных заданий на двойное шифрование постепенно автор материал выстраивает. И вот этот материал от простого к сложному, там есть упражнения, доступные для дошкольника с достаточно низкими показателями, потом для школьника с достаточно низкими показателями, для школьника с достаточно высокими. То есть если эту книжечку открыть, посмотреть, вы сможете с одной стороны, да, как бы протестировать свое чадо, и выбрать те, да, те упражнения вот в этом море из тысячи разных заданий, выбрать свой маршрут, поработать ровно над тем, что слабо, и добавить упражнения, в которых ребенок силен, для поддержания вот этого активного внимания и умственной работоспособности. Мало того, значительная часть упражнений отсюда же из этого же пособия работает фактически как упражнение нейропсихологической гимнастики. Тоже ненавязчиво, спокойненько так за столом, и это здорово именно по наполняемости. Словарная познавательная часть тоже очень качественно наполнена и тоже очень хорошо структурирована от простого к сложному. Категорически рекомендую, не знаю, в настоящий момент доступна ли для такой бумажной покупки книга, а в электронном виде тоже точно видела. Ну и да, ну и с вами наконец-то я добралась до того, что я искренне люблю, то, что связано с основной частью уже логопедической работы. Мы с вами здесь и сейчас будем говорить о, в большей степени, о языковых структурах, то, что им сопутствует и что нужно для того, чтобы эти языковые структуры в речевой деятельности у нас активно и хорошо и качественно использовались с ребенком как субъектом общения. Первый кусочек очень важный в рамках подготовки к школе не только как часть устно-речевого развития, но и как такой компонент произвольного слухового внимания, которое ребенку нужно на каждом уроке, и которое является камнем преткновения часто, да, когда сидит класс из 30 детей и нужно оставить за пределами внимания все, что происходит вокруг меня и сфокусироваться четко на человеке, который предлагает какую-то информацию, не отвлекаясь на то, кто шуршит, чем шуршит, зачем шуршит. Это тоже определенный, достаточно сложный навык. Здесь хочу обратить ваше внимание на то, что мы, прежде чем выстраивать дифференциацию речевых звуков, должны по-хорошему поработать с неречевыми шумами. И, ну, я думаю, что среди здесь присутствующих ни у кого не возникнет трудностей, но в то же время вы люди взрослые, да, с охранной критикой, и прекрасно поймете, да, почему именно эти картинки, прошу прощения, я сейчас постараюсь так, чтобы было слышно то, что происходит. Но, смотрите, если, например, вот этот звук, вот от этого, отличить легко, то, в свою очередь, этот звук, может быть, уже не так просто. А если мы попробуем послушать... Не успела выключить, да, уже загремел гром, но когда, допустим, я первый раз слушала вот этот последний шум, у меня было сомнение, это шум дождя или проезжающая по асфальту машина. Если у нас нет перед глазами картинки, мы можем с шумами и ошибиться. И вот такие игры, связанные с предъявлением тех или иных явлений природы, бытовых звуков, самых разных шумов, с которыми мы сталкиваемся в быту, сначала с визуальной опорой, а потом просто, да, а как ты думаешь, что это такое, может оказаться достаточно качественным инструментом для активизации слухового, произвольного слухового внимания. То, что я вам сейчас, вот то, что вы видите на слайде, это кусочки из «Пособия слушать интересно». По такому хэштегу можно найти, автор его Ольга Сухова, очень многофункциональная и качественная разработка, автор его Сурдопедагог. Можно использовать, да, ну, прежде всего, понятно, что оно именно было разработано для активизации слухового внимания, но если мы в эту сторону работаем, если мы, в принципе, имеем такой материал под рукой, то придумать самые-самые-самые разные применения тоже можно, но в рамках слухового внимания, еще раз, да, мы сначала выбираем звуки, которые сильно отличаются, потом выбираем звуки, которые все ближе и ближе к друг другу. Вы можете ориентироваться на собственное восприятие, вы можете ориентироваться на ошибки, которые допускает ребенок. Вы можете, прежде чем предъявлять визуальный ряд, просто запустить ряд похожих, по вашему мнению, звуков, один, ну, если ряд, то мы говорим два, три, четыре, да, звука, и спросить, как ребенку кажется, что это, на что это похоже. Потому что, допустим, давайте здесь еще вернемся. Ну, я надеюсь, что каждый из вас опознал, к какой картинке какой звук относится. Если вот этот звук копейли у нас есть перед глазами, он опознаваем. Если мы вот эту картинку уберем из поля зрения, да, то мы можем представить себе, я думаю, что, опять же, у нас женская аудитория, мы можем представить себе и вариант, при котором, допустим, это капли сохнущего белья. Или заканчивающийся дождик, да, он сразу после дождя, когда капает в деревьях вода, может быть, это это, да. И точно совершенно те или иные звуки будут различаться. Собственно, можно собрать свою фонотеку. На просторах интернета огромное количество самых разных и бытовых, и уличных звуков есть. Можно воспользоваться готовым, но любые игры, связанные с активизацией. Внимание вот в эту сторону, а что ты слышишь, а на что это похоже. Дальше мы можем уйти, допустим, в сторону уличных прогулок, да, кто больше услышит разных шумов. Что происходит? Вот сейчас пролетела, вспорхнула птица, прошел человек, проехала машина, заблудела сирена. У нас есть звуки, которые окружают нас непосредственно, есть звуки, которые чуть удалены. Можно пообсуждать, этот звук мы слышим близко или далеко. Вот все это будет основой и устной, и письменной речи. И это та часть, которую точно совершенно сложно игнорировать. Вообще, по-хорошему, вот в такие игры с ребенком надо бы начинать играть, и это как раз будет не специфическая ранняя профилактика нарушений проблем со школьными предметами, начинать играть уже в полтора-два года. То есть если вот эта практика, прислушивание, анализа того, что я слышу, включена в ежедневную жизнь ребенка, в повседневную жизнь ребенка, то потом намного проще отключиться от этих шумов и сфокусироваться на том, что интересно. То есть проявить как раз, собственно, здесь формируется произвольное слуховое внимание. Я буду сфокусирован на том, что мне важно. Двигаемся дальше. И здесь мы уже будем говорить о дифференциации звуков и более конкретной специфической профилактике. Опять же, не могу не порекомендовать, если не сталкивались. Если сталкивались, то, может быть, собственно, вы можете делиться со своим ближайшим окружением, есть такой чудесный ресурс Learning Apps по созданию приложений для тех или иных учебных целей. В той части, которая посвящена освоению русского как иностранного, огромное количество упражнений, связанных с формированием лексики, грамматики и звуковой стороны речи. Вы видите одну из игр, которые там предложены и в открытом доступе есть. Когда появляющуюся картинку надо определить по наличию того или другого звука. Это можно делать на экране. Аналогичное пособие можно использовать. И я думаю, что если вы сталкивались с логопедами, вы видели, как это работает. Аналогично это можно делать здесь на столе с карточками. Нам нужно выделить. Здесь такие наиболее часто присутствующие в логопедической коррекции звуки. Они нарушаются изолированно и часто смешиваются. Тем не менее, мы можем выбрать любые парные похожие звуки. Звонки глухих, пары звонких глухих. П, Б, Д, Т, Г, К, Африка, Т, С, Ч между собой. Сонорные звуки Р, Л, которые тоже могут путаться. Конкретная картинка, конкретное звучание слова. Если мы говорим об использовании приложения, там еще есть озвучка, возможность услышать. Шуба, да, и это будет здесь как бы уровень подсказок, который вы предлагаете или не предлагаете ребенку, потому что вы можете показать картинку, тогда ребенок должен сам актуализировать слово, то есть он видит картинку, он придумывает, что это шуба, должен проговорить шуба, да, и услышать этот звук от себя самого. Или более простой вариант. Вы говорите, вы показываете картинку и говорите шуба, и тогда ребенок слышит ваш образец. Это несколько разные задания, и я тут сказала, да, что одно проще, другое сложнее. Здесь это не совсем корректная история. Для кого-то будет проще сугубо визуальный образ, для кого-то будет проще сочетание визуального с аудиообразом. Это зависит от конкретных трудностей конкретного ребенка. Кому-то будет проще одно, кому-то другое. Что у нас здесь же может быть? Здесь мы просто как бы говорим о... То есть вот по сути картинка иллюстрирует вот эту часть, дифференциацию похожих звуков. Сюда же к фонематическому анализу у нас относится выделение звука в слове. И в эту игру можно играть без всяких картинок. Вы шлепаетесь с ребенком весело по лужам или по осеннему, весеннему, зимнему лесу. И говорите, смотри, ель. А в слове ель есть звук А. А в слове ворона, а в слове дуб, а в слове снег, а в слове тропинка. И это уже специфическая профилактика тех трудностей, которые могут возникнуть на этапе освоения письма и чтения. Это тот самый фонематический анализ, который у нас лежит в основе базовых операций освоения грамоты. И вы его можете развивать вполне спокойно, не привлекая каких-то сверхъестественных методик или упражнений. Очень просто. И сюда же у нас относятся, да, к простым форумам фонематического анализа, у нас относятся определение первого или последнего звука в слове. И самым моим любимым упражнением в этой части является, конечно, наша всем известная и в каждом детстве опробованная игра в города. Она может быть в любые слова, но по сути в города. Это когда мы называем слово на последний звук предыдущего. Ничего лучше в плане развития этой опции простого фонематического анализа до сих пор не придумано. Такая вот качественная, классная игра. Играйте, и это прям вот очень профилактично. Причем это у нас уже специфическая профилактика нарушений письменной речи. Говоря о более сложных формах фонематического анализа и синтеза, предлагаю детям, предлагаю взрослым и рекомендую всем, у кого подрастают будущие школьники. Игру следующим образом. У вас буквы на экране, но это могут быть и, попробую показать, такие буквы, или такие буквы, или буквы на липучках, или буквы из пластика, пенопласта, чего угодно. В чем у нас задача? Сейчас, секунду. Сейчас с вами немножко порисуем. Смотрите, вы показываете букву К и говорите, а придумай, здесь могут быть два варианта инструкции, а придумай мне слово на эту букву. Или с этой буквы. Это два разных задания. Актуализировать слово, с которого буква начинается, обычно сложнее. Как только у нас есть такое задание, и начинается произвольный поиск, как бы слова тут же улетучиваются из поля зрения. И здесь важно, что прежде чем вы начнете такую задачу, чтобы у вас определенный набор вербальный уже был, потому что иногда взрослых на этом прям, извините за просторечие, клинит, и мы сами не можем подобрать какие-то определенные слова, чтобы они подходили под ваше же задание. Я показываю букву, пожалуйста. А придумай мне слово. Отлично. Придумал, на тебе эту букву, она теперь твоя. Хорошо, а теперь мы с тобой посмотрим вот на эту букву. Придумай слово. А теперь смотрим на эту букву. Придумай слово. А теперь следующая задача. Сложи слово из этих букв. Дальше все зависит от того, что вы хотите. Просто поскладывайте тогда, допустим, ребенок складывает слово код, и вы просите, а какие еще варианты? Да, но это у нас такой благодарный набор букв, потому что из них можно сложить все три варианта. А если мы хотим двигаться дальше в плане языкового, того же языкового анализа и синтеза, вы останавливаетесь, ну, ребенок, например, складывает слово кто? А теперь ответить на этот вопрос. Кто? Здесь у нас только один вариант. Или ребенок складывает слово толка, вы говорите, отлично, а теперь животное. И здесь мы говорим уже не об анализе и синтезе как таковом, о фономатических представлениях и о связи звука со словом. То есть мы как бы вот этим вот простым элементарным упражнением формируем вполне конкретные вещи, в том числе и про актуализацию знакомого слова, про фастнейминг, про быстрое называние, про быстрое извлечение необходимого слова в конкретном контексте. Что мы делаем дальше? А теперь придумай мне слово вот на эту букву. Что за буква? Ракета, отлично. А теперь вставь. Сейчас я еще раз мы с вами немножко порисуем. Вот эту букву. Вот в это слово. Так, чтобы получилось другое животное. И смотрите, вот это задание можно использовать как развивающее, такого плана задания можно использовать как развивающее, так и как диагностическое, потому что иногда ребенок достаточно легко это делает. То бишь вставляет букву, у него получается конкретное слово. Иногда начинает перебирать буквы. Я сейчас это покажу, да? Вот эти конкретные буквы самыми разными способами перекладывать и смотреть, получается или не получается. И может их все бросить, сказать, все, нет, не могу, ничего не знаю. И тогда у вас есть возможность сказать, это животное, я тебе подскажу, это животное живет под землей. Ребенок с хорошим словарным запасом тут же вытащит слово крот из арсенала в своей памяти и подберет под него буквы. Да, и ситуация, когда это делается легко от смысла или это делается легко подбором букв, да, это будут две разные стратегии. И это значит, что вот у этих детей будут по-разному, будет по-разному, по-разным направлениям формироваться навык чтения. Это важно как раз с позиции, да, и профилактики, и в дальнейшем обучение, построение процесса обучения грамоте, и с позиции коррекции, если какие-то трудности все-таки есть. Почему важно? Здесь мы немножко подойдем, зайдем в сторону глобальных способов чтения, потому что мы с вами учимся, да, в рамках отечественной школы, все-таки изучаем грамоту, аналитико-синтетическим методом, двигаясь от буквы к слову через слог. Если оказывается, что у вас ребенок не в состоянии, да, вот здесь мы уперлись в то, что ребенок из букв сложить слово не может, зрительный образ слова не формируется, нам имеет смысл, и такие ситуации бывают, родители обычно говорят, мы учим, мы учим, мы слоги читаем, читаем, и все никак путается, не получается. В этом случае, если ребенок легко реагирует на слово, да, то есть, услышав определение, это животное живет под землей, складывает слово «крут» и дальше под него подбирает буковки, да, то тогда имеет смысл заходить не от буквы к слову, а от слова к букве. И в такой случае, ну, я вам привожу две карточки, по-хорошему, конечно, в этом заходе их должно быть штук 20+. У вас должны быть карточки в трех вариантах. Картинка, картинка с подписью и только подпись, да, и здесь мы играем в разного рода домино, лото, то есть соотносим слово с картинкой, слово с картинкой, слово с картинкой. Здесь важно, мы за вот этим вот набором непонятных символов, вообще непонятных символов, да, просто, окройте сейчас вот экран, у вас просто набор непонятных символов, здесь может быть иероглиф японский или китайский, и вы не узнаете, что это такое. Вот для ребенка в данной ситуации, когда ребенок не может выучить буквы, вот этот набор, это иероглиф, который нечитабельный, непонятно. И эти буквы ни во что не складываются. Вы даете за этим образ зрительный. И тогда, когда ребенок понимает, что за этими странными символами, ну, понимает, это громко сказано, понятно, да, что это все не через осознание, это все непроизвольные процессы, но тем не менее, когда мозг ребенка, давайте так попробуем сказать, понимает, что вот за этими странными абстрактными символами стоит конкретное значение, вот отсюда можно возвращаться обратно к букве. потому что, допустим, у нас будет картинка код, тогда, когда мы научились соотносить, да, и четко совершенно уже без, прошу прощения, еще разочек, уже без вот этой посреднической части мы их изымаем. Порядка 50-100 слов в визуальном словаре ребенка есть, он легко соотносит картинку со словом, можно возвращаться обратно к букве, и тогда мы приобретем здесь картинку, картинку к картинке кот, извините, картинку коты, да, и поймем, что буква «ы» в данном случае у нас тоже имеет какое-то значение, или картинка «дом» и картинка «дома» с соответствующими надписями. Соответственно, здесь получается, что мы обходим вот эту вот трудность поиска за абстрактным символом какого-то конкретного смысла путем захода в глобальное чтение. Это та часть, где глобальное чтение по-настоящему может быть нужно и востребовано, и на этапе подготовки к школе, и на этапе коррекции в дальнейшем, но здесь вот это будет четко про прям точечную профилактику нарушений потом. Двигаемся с вами дальше. Сюда же задание. Здесь сложная форма фономатического синтеза, но я думаю, что понятно. Вы предлагаете набор букв, ребенок должен соотнести его с каким-то, с какой-то картинкой, то есть выбрать слово и соотнести с картинкой. Этого же уровня задания, это все, в принципе, одно и то же направление работы. Вот начиная от, вернее, с того, что началось, от дифференциации неречевых звуков, мы работаем в одном и том же направлении. Это одна и та же дорожка. Что здесь? Вы предлагаете, вернее так, вот эта картинка должна быть сейчас не в поле зрения. Ребенок ее не видит. Дальше вы играете в магнитофон. Попробуйте сейчас сами. М, И, Ш, К, А. Дальше вы переворачиваете картинку, и ребенок должен, ну, сейчас понятно, да, вы должны были соотнести, перед вами есть, но вы соотносите тот набор звуков, которые услышали, с тем конкретным изображением, которое в нем зашифровано. Вот в такой магнитофон тоже очень здорово и классно играть, если у ребенка есть трудности с освоением букв или с выделением звука, то есть совсем, что касается звука буквенного анализа. Так, и, да, мы с вами сейчас пойдем дальше. Вот те упражнения, которые были, да, вот это направление, оно как бы потихонечку, мы шли, 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 оно завершилось. Где это можно посмотреть? По хэштегу занятия Коняхиной. Очень много похожих заданий. Дальше. Есть платформа Александра Николаевича Корнева, он о ней говорил на своем недавнем вебинаре, называется «Слоджи.ру». Там вот такого рода занятий, заданий огромное количество. То есть вы можете их придумать и сделать сами под своего ребенка, вы можете воспользоваться тем, чтобы кто-то сделал до вас. Но вот про эту часть, про развитие слухового внимания, фономатического восприятия, фономатического анализа и синтеза, звукобуквенного анализа, складывание букв, соотношение звучащего образа слова со зрительным словом, это вот одна общая дорога по профилактике нарушения чтения. Уже от неспецифической к специфической. Если мы пойдем уровнем выше, мы с вами поговорили про звук и составление из звуков слова. Если мы идем дальше, у нас с вами есть лексика и грамматика. И здесь, в тех же, из указанных источников, наверное, в занятиях Коняхиной, и большое количество таких заданий есть в трудах Людмилы Николаевны Ефименковой и Ирины Николаевны Садовниковой. И вот эта часть у нас работает не только и не столько на формирование устной речевой деятельности, сколько на развитие прогностической работы, анализ и прогноз, что нам нужно как один из компонентов навыка чтения. В берлоге спит, вы не ошибетесь, здесь у нас один вариант ответа, потому что в берлоге спит только медведь. А вот в норе спрятался кто? У нас несколько вариантов. И здесь наш прогноз будет опираться уже не только на смысл, кто живет в норе, кто у нас норное животное, но и на грамматику, потому что, например, мы не сможем сказать нарез прятался лиса. Если ребенок двигается в сторону смысла, да, у нас есть прямое указание, что его надо поправить и вернуть в нужное русло, потому что для прогноза нам нужен не только смысл, но и грамматика. И в эту же сторону мы двигаемся, например, на уровне зеленый вкусный и зеленое вкусное. Продолжение можете придумать сами. У меня, например, есть огурец и яблоко. Но, может быть, у каждого из собственного жизненного опыта сложится что-то другое. Или желтый кислый лимон и желтый пушистый цыпленок. У нас еще живое и неживое, мы можем обсудить, почему, да, а почему здесь у тебя вот это слово, а здесь у тебя другое слово. То есть использование лексико-грамматических структур для формирования прогностических операций, для анализа, синтеза и прогноза, и формирование правильного прогноза, это тоже задача. Здесь, смотрите, она по-хорошему должна быть задачей логопеда на этапе коррекционных занятий. Но за счет того, что не всегда в полном объеме логопед работает с ребенком по организационным причинам, вот очень здорово, если родители берут на себя эту часть, как перенос тех базовых навыков, ну, например, логопед отрабатывает с ребенком категорию рода. Он, она, она. Как это звучит, как это оформляется грамматически. А вы играете вот в такую игру. Яблоко какое? Назвали, 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 назвали. А луна какая? Назвали, 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 назвали. А лиса что делает, что может делать, или что делала еще лучше, если уж мы будем возвращаться в категории рода. И обратная история, да, то есть мы задаем ребенку вопрос, он отвечает, и в другую сторону мы формируем какую-то структуру, а ребенок должен понять, о чем идет речь. Вот такие языковые игры тоже очень классно решают сразу несколько задач. И если уж мы говорим про языковые игры, я вас отправляю к моей любимой книге Козыревой. Развитие речи и мышления у младших школьников. Она в этой книге сложный языковой, грамматический и аналитико-синтетический материал, объективно сложный. Но почему она любимая, почему я говорю о ней, да там, изначально у автора про младших школьников, я вам говорю в рамках подготовки к школе. Потому что, смотрите, вот в тех словах, которые здесь зашифрованы, час, лес, рис, нос. Нет ничего сложного. У нас все сложности начинаются вот здесь, на уровне определения. И если вы этот материал возьмите для дошкольника, поработав в сторону, ну, промежуток времени в 60 минут. Сложное определение, да? То есть для ребенка в вычлении. Но оно должно прозвучать. Потому что надо вслушаться и попытаться понять, что промежуток времени в 60 минут. Но если ребенок не может соотнестись с тем, что это вот то самое элементарное понятие, час, пытается найти что-то еще такое очень умное, очень серьезное, вы можете сказать, да, за сколько времени большая стрелка на часах проходит круг. Или показать часы. Или, да, то есть дальше ваша фантазия, как вы обозначите вот это простое понятие. Как обозначить через сложное, у вас уже есть. А как обозначить через простое, ваша задача подумать. И вот эти вот, собственно, предложенные сложные задания имеет смысл обыграть с ребенком, потому что это как раз такая ступенечка. Мы очень часто с дошкольниками делаем что-то легкое-легкое-легкое в речевом плане, а потом они приходят в школу, и там появляется сложный речевой материал. И ребенок реально проседает, проваливается. Вот если вы выстроите этот мостик от простого к сложному самостоятельно, да, то вы ребенку в значительной степени облегчите жизнь. Специально взяла более сложное, да, компас, теннис, глобус, арахис и вопрос элементарные слова. Но надо сообразить, что они прячутся вот за этими сложными определениями. Это ваша задача, показать, что речь бывает простой и сложной. бытовой и научной, еще художественной, еще публицистической, да, вот эти части, то, что, то, чем ребенок владеет, может быть разным, и хорошо бы, чтобы мы это узнавали не в первом классе, да, придя и слушая что-то страшное от учительницы, или наоборот, прося учительницу максимально, да, упростить все для детей, потому что что-то тут вот очень сложно в окружающем мире написано. Вот этот мостик от простого к сложному, от нашей бытовой речи, к тому, что ребенку понадобится на этапе освоения школьных предметов, было бы здорово перекинуть заранее. И здесь же, ну вот смотрите, уровень сложности в этой книжке, я чтобы было понятно, там идут достаточно серьезные, как раз почему это развитие, в том числе и мышление, очень сложно обозначены отношения между предметами, но если целая часть достаточно просто, то рядоположность, противоположность, последовательность и функциональность, такие серьезные слова, их можно ребенку не говорить, дошкольнику. А вот выдать набор из 12 слов, попросить их сложить, вы можете слова, можете картинки подобрать, и попросить сказать, какие из этих слов похожи, причем понятно, что можно не брать слова как слова, ну например, смотрите, а я сейчас вам прочитаю, стол, самолет, давай, найди мне два похожих слова, два слова, которые чем-то можно связать, стол, самолет, конструктор, весна, снег, сосульки, санки, осень, листопад, коса, скатерть, сена, найти два, вот два слова, которые можно собрать, кто-то зацепится за листопад и осень, кто-то за снег и сосульки, или кто-то за весной сосульки, а дальше мы это можем обсуждать, а как они связаны, а почему ты выбрала эти два слова, вот такие игры в слова, чем больше их будет в вашей ежедневной практике, в ежедневной практике в повседневной жизни ребенка, тем легче ему будет потом в школе, потому что основная трудность для детей, у которых в анамнезе, в дошкольном детстве есть проблемы с устной речью, это то, что их речь, то, что они вот только что освоили и сложили, вдруг неожиданно становится средством познания самой себя, мы язык изучаем как предмет и при этом используем для изучения других предметов, и вот в этой части у нас такая серьезная сложность для наших детей, для детей, у которых в анамнезе или в реальности есть или была речевая патология, что вот этот вот переход, да, от бытового языка, от бытовой речи, от бытовых каких-то взаимодействий к тому, что язык шире, да, и что мы можем поэкспериментировать над ним, посмотреть на его явления, такой значимый скачок в мыслительной деятельности, значимый скачок в познавательной, интеллектуальной функции речи. И последнее, наверное, из моих любимых, из того, чем мне очень хотелось поделиться опять вот в этой же части в рамках подготовки к школе детей с речевой патологией или без речевой патологии, но с определенными трудностями функционирования языка. Это методика Валентины Константиновны Воробьевой, развитие связанной речью детей с системным недоразвития. Не пугайтесь сложного названия. Что здесь важно? Если ребенок не может самостоятельно сложить текст, не надо его мучить тем, чтобы описывать картинки. Вот в этом пособии изложена вполне логичная схема, как ребенок может воспроизводить события с опорой на конкретные картинки. Картинки связаны в одном предложении и переход от первого предложения к второму, от второго к третьему, от третьего к четвертому и так далее. Мишке захотелось, и глагол у нас стрелочкой обозначено, глагол это всегда движение, захотелось мед. Мед делали пчелы. Пчелы жили в дупле. У автора предложена и схема, вот эта вот подробно описана схема, по которой выстраивается текст, и набор текстов, на которых это можно обкатать. Если ребенок интериализирует схему, присваивает, понимает, как это работает, то потом по этой схеме можно построить, поверьте на слово, это проверено на уже поколениях детей, практически любой текст, не только из тех, что предложены, и не только такие вот событийные, сюжетные. Можно. Но для этого схема должна как бы войти в кровь и плоть, войти в сознание ребенка, быть присвоенной. А как это сделать, как раз очень подробно описано в книжке. Поэтому она тоже в доступе, пособие переиздавалось неоднократно. Имейте в виду, это прям вот такое очень качественная классная работа на возраст там за два года до школы. Начинаете и поехали работать. К школе у вас ребенок будет пересказывать и рассказывать в абсолютном соответствии с нормативными требованиями. Ну, собственно, из того, что я хотела сегодня озвучить, наверное, все. Остались ли у вас какие-то вопросы, которые всенепременно надо обсудить? Правильно ли я понимаю, сейчас тогда так, сейчас я чат открою, правильно ли я понимаю, что вопросов нет? Хорошо. Очень радует, что вопросов нет. С одной стороны, надеюсь, что все было понятно. Странно, что их нет, потому что все-таки тема у нас непростая. Давайте еще раз напомню, что если они возникнут позже, пожалуйста, не стесняйтесь, я вас призываю, прям вот умоляю, прошу, пишите свои вопросы на почту ассоциации, потому что это поможет нам как бы какие-то еще темы осветить, которые, может быть, не за деле. Да, потому что вот у меня взгляд такой, я могу что-то упустить из виду. И любой из моих коллег, будь то тоже логопеды, или нейропсихологи, или психологи, мы тоже можем упустить из виду. И здесь ваши вопросы будут... Отлично, спасибо. Нам подсказывает администратор, что мы можем в сториз выложить тему с вопросом. Это будет прям классно. Пожалуйста, задавайте. Не стесняйтесь, да, у нас же есть любимое высказывание, что если ты можешь задать вопрос, ты точно достойна ответа. Давайте попробуем обсуждать то, что вам интересно. И у нас с вами предстоит еще в рамках моего цикла предстоит еще два вебинара. Через неделю, через две мы встречаемся традиционно по вторникам. Будет здорово, если посмотрев на темы анонсы этих вебинаров, вы зададите тоже вопросы заранее, потому что, может быть, мой взгляд отличается от ваших ожиданий. Да, и будет обидно, если я ваших ожиданий не оправдаю. Если все-таки не появилось вопросов, то тогда я с вами прощаюсь, была рада пообщаться хотя бы так, виртуально. Ну и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok